Ну что ж, друзья, продолжаем. Продолжаем бизнес-канал. Сейчас время бизнес-класса, как всегда, во второй части этого самого ежедневного нашего разговора о том, что происходит вокруг. Я хотел бы напомнить для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании finam.fm. Можете к нам присоединиться, всегда позвонив, написав, задать вопрос или собственное мнение озвучить. Ну а тема сегодняшнего эфира в бизнес-классе такова. Стратегическое управление бизнесом, как вырваться из текучки и построить свою империю. Ну, звучит убедительно. Гигантский, я бы даже сказал. Гигантский. Вот сейчас давайте на эту тему мы будем беседовать. Представляю моих гостей в студии бизнес-класса. Сегодня Дмитрий Сомов. Добрый день. И Александр Потапов. Добрый день. Добрый день, Александр. Это бизнес-консультанты, основатели компании «Актив-прибыли». «Актив-прибыли». Так, ну давайте сразу начнем. Хотя все-таки первый традиционный вопрос я задаю по итогам предыдущего эфира. Вы слушали его, тем более, да, там в конце, по крайней мере. Мы говорили о российском рынке алкоголь, ну и о культуре потребления в конечном итоге. Буквально ваша личная какая-то точка зрения на эту тему. Вообще вы выпивающие люди? Не употребляю. Вообще не употребляю? Да. Бывает редко. Да, бывает, да? А что-то как-то вы не вместе. Ну, я думаю, если вы же бизнес-партнеры, да, либо вы оба не пьющие, либо оба выпивающие. Нет? По-разному было? Ну, несмотря на то, что мы даже живем вместе, ну, несколько дней в неделю, к алкоголю немножко разные отношения. Понятно. Ну, а в принципе, вот есть проблемы? Ну, давай, Саша, с тебя начнем. Есть проблемы в России? Проблема употребления алкоголя? Проблема употребления алкоголя, мне, как кажется, ее, как таковой, наверное, нет. Может, ее раздувают. Вот я слышу как раз-таки то, что и в Англии люди, там, спортсмены, там, болельщики, они выпивают-то и пожестче. Вот я в свое время в Финляндии когда был, финны, там, норвежцы, они тоже очень хорошо употребляют. У них как-никак очень холодно. Профессионалы в этом деле. Да. Поэтому проблема употребления алкоголя, ну, не знаю, может быть, это лоббирование каких-то интересов в сторону увеличения акцизов или еще чего-то. Ну, кстати, как раз мы и говорили о том, что в 14-м, 15-м, 16-м году будут активно повышаться акцизы на любой вид алкоголя. То есть ты с этим связываешься все-таки? Я думаю, да. Дима, а ты расскажи, как... Ну, у меня очень простое мнение. В стране нашей не нужно, знаете, 140 миллионов юристов, экономистов и прочих людей, которые работают интеллектуально. В стране нужны рабочие руки. Чтобы были рабочие руки, нужно ежедневно употреблять алкоголь, потому что алкоголь убивает в мужчине стремление развиваться, как-то подниматься вверх. Ну, убивает в нем такое мужское начало. Поэтому, естественно, что для 90-80, может быть, процентов населения пить, выпивать по вечерам, это нормально. И, ну, у нас два раза вводили сухой закон в 1917 году и в 1988, по-моему, в винограднике. Ну, Горбачевский, да. Да, ну, две революции было в итоге. Поэтому я считаю, что сухой закон вводить не стоит. И люди как пили, так и пьют. Это хорошо. Спасибо за мнение, да. Я так все перевариваю. Ты так как-то витиевато очень начал. Ну, я так понимаю, с долей иронии ты на это все делал. Нет, почему? Посмотрите, во всех странах мира алкоголь – это социально одобряемый элемент. Ну, другой вопрос. То есть ты хочешь сказать, что государство сознательно на это идет? Ну, для того, чтобы... И вот дальше, и точно то, о чем ты говорил. Ну, это очень удобно. Ему не нужны высокоинтеллектуальные спеца, ему нужны рабочие люди, рабочие руки. Ему нужны рабочие люди. И это удобно. Человек получает зарплату там в среднем 30 тысяч рублей. Из них он 15 тратит на акцизы обратно, то есть государство отдает, и умирает в 60 лет. То есть ему еще и пенсию платить не нужно. Соответственно, он всю жизнь отработал. Так он подожди. Тонкая тема. Алкоголь убивает мужское начало. Так у него еще и детей не будет. Так поэтому на Западе жестко разграничивают, что пить можно только с 21 года. Другой вопрос, что Россия пошла в этом деле дальше, и у нас пьют и в 14 женщины и так далее. Но в целом я считаю, что мужчине с состоявшимостью, если он работает руками, для того, чтобы как-то снять стресс после работы, нет ничего страшного, чтобы выпить 100-200 грамм. А сам что ты не пьешь? Почему? Ну, во-первых, потому что мне не нравится. Во-вторых, потому что я немножко не руками работаю, а интеллектуальный труд. Она должна быть свежей. Я не хочу, да, убивать свой мозг, поэтому не пью. Я понял. Ладно. Все, спасибо за ваше мнение. Ну, тоже так, да, мнение, ну, если не полярное, то не совпадающее, по крайней мере, что уже наводит меня на некие по этому поводу мысли. Вы, тем не менее, да, все-таки партнеры, я так понимаю, достаточно давно, вы вместе, да, занимаетесь бизнесом, понимаете друг друга, вот. И это не мешает внутри все-таки, да, на какие-то вещи иметь разные точки зрения, Саша. Это даже помогает, потому что мы с Дмитрием мыслим разными идеями, разным подходом, и для быстрого роста бизнеса это только в пользу. Потому что я что-то говорю, Дмитрий что-то другое, в результате у нас получается такая вот... То есть вы можете и поспорить, в принципе, да, в какой-то момент, доказывая свою точку зрения. Естественно, потому что у Саши какое-то свое мнение на определенные вещи, у меня свое мнение, мы можем спорить, повышать голос, но в итоге мы находим... До драки не доходит? До драки не доходит. Слава Богу. Ну, разные мнения, это хорошо, они позволяют развиваться компания. Нет, нет, я вот тоже об этом сейчас подумал, мне кажется, это даже более прогрессивно, да, когда мы имеем разные точки зрения, мы выслушаем друг друга, слава Богу, без рукоприкладства, а потом, вы же не пьющие люди, поэтому что тут бояться? Вот, и это в конечном итоге, да, помогает, как это известная фраза, да, в споре рождается истина, вот эту истину помогает найти, наверное, оптимально, правильно? Ну, конечно. Хорошо, давай теперь рассказывайте о том, чем же вы непосредственно занимаетесь вот в виде бизнес-консультантов, в виде основателей компании «Актив Прибыли». Значит, напомню для слушателей, мы-то сегодня говорим на глобальные такие темы, мы говорим, как построить свою империю, как вырваться при этом из текучки, а о какой, Саш, текучке идет речь? О текучке обыденной, жизненной, или о текучке уже в рамках бизнеса какого-то, который вот, ну, так, шатка-валка вроде бы плывет, 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 да, и... А текучка, наверное, даже это слово такое завуалированное. Смысл в том, чтобы предприниматель, который просыпается с утра, у него был стимул идти поднимать компанию дальше. Зачастую, вот, общаясь с предпринимателями, очень часто мы задаем вопросы, вообще, вот, бывают случаи, когда вы с утра встаете и не хотите идти на работу, потому что бизнес превращается в работу, и вы так... Ну, понятно. ...поднемногу... Рутина такая. Да, да, да. Сложно вставать, не хочется, хочется все бросить. Очень часто там предприниматели с этим борются, либо алкогольным, либо вообще на неделю улетают и забывают о бизнесе, отключая телефон. Ну, это классно, кстати. Это классно, это помогает, да. Вот как раз-таки вот этот вопрос, наверное, мы сегодня и хотели бы... Обсудить. То есть, как из рутины из этой выйти все же, да, из рутины. Хотя многим, я не знаю, им согласишься, нет, многим эта рутина в какой-то степени не нравится. Они, может быть, только ради этого бизнес-то и затевали. Ну, какого-то уровня я добился, условно говоря. Этот бизнес меня кормит, ну, и все стабильно, вот слово ключевое здесь. То есть, все относительно стабильно, с утра вечером, с утра вечером, потом в отпуск на пару недель, потом опять с утра вечером, дом, семья, ребенок. Ну, что мне еще нужно-то? Вот это в хорошем смысле тогда, да? Стабильность – это отлично. В хорошем смысле рутина. Но тот человек, который начинает свой бизнес, не думает о стабильности. Ему нужно какое-то развитие, стать не таким, как все, а начать зарабатывать чуть больше, чем другие люди. И стабильность в понимании бизнесмена – это такая некая стагнация. Потому что, что бы человек ни говорил, как бы он сильно не любил рутину, текучку, стабильность, ежедневные операционные задачи, все равно он по итогам года хочет заработать больше, чем по итогам прошлого года. И он прикладывает очень большие усилия ежедневно к тому, чтобы каким-то образом заработать большее количество денег, чем было вчера. И если увеличение заработка не происходит, то, ну, я не знаю, как на всех, на некоторое количество людей это начинает давить. Что появляются мысли, может быть, я занимаюсь не тем, чем нужно. Ну, мне кажется, здесь все-таки вещи несколько разных категорий, что ли. С одной стороны, заработал я больше, чем в прошлом году, а с другой стороны, у меня нет развития. Это не совсем ведь одно и то же, Саша. По поводу развития? Давайте так, извини, ради бога, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сомов и Александр Потапов, бизнес-консультанты, основатели компании «Активприбыли». Мы говорим о стратегическом управлении бизнесом, как вырваться из текучки и построить свою империю. Я, тем не менее, друзья мои, позволю начать со звонка. У нас есть слушатели, терпеливые слушатели, он нас уже давно ждет. Семен, спасибо за ожидание. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Олег. У меня вопрос к сегодняшним гостям. И, точнее, два вопроса. Первый, ну, во-первых, бизнес-консультант как таковой, он, как правило, сегментируется на какие-то отрасли, направления. Потому что, ну, я считаю, у человеческого фактора невозможно знать все глубины всех бизнесов. И как в данном случае гости выбрали то направление, с которого они начали, как они пошли по этой тропе и почему именно конкретно сегментируется. И вопрос второй. В данный момент очень часто бизнес-консалтинг подразумевает под собой автоматизацию неких бизнес-процессов. То есть именно техническую автоматизацию. Как они смотрят в эту сторону и считают ли техническая автоматизация процессов бизнеса логичной и правильной в условиях современной экономики и современных государств? Спасибо. Спасибо, Семен. Спасибо огромное. Ну, Саш, начнем отвечать. По поводу бизнес-консалтинга. Вот мы для себя выбрали три направления. Это маркетинг, продажа и кадры. Вот. И мы, в принципе, работаем с компаниями, наверное, в обороте до трех, да? До четырех, наверное. До четырех. У нас были и полтора, и два, были и которые пятьсот миллиардов. Чего? Чего? Полтора миллиардов рублей в год. Вот, вот. Миллиардов рублей в год, да. Вот. А почему пошли в это направление? Потому что зачастую, наверное, процентов 95, да, тех людей, с кем мы консультировали, по этому направлению, одни и те же ошибки. Ну, то есть в маркетинге? Да, в маркетинге, в продажах и в подборе кадров. Да, в кадрах. По поводу автоматизации. Автоматизацию мы считаем, наверное, одно из обязательных условий. Вот. Очень хорошо бы в самом начале, когда компания там, допустим, автоматизирует кадры те же самые, автоматизирует систему обучения кадров, вот. Потом уже автоматизирует бизнес-процессы, то, как клиент, попавший в их бизнес, крутится в этом бизнесе, с какой периодичностью обращается в этот бизнес, и, соответственно, на каких этапах он там теряется, на каких этапах их становится заметно больше. И вот, наверное, в этом направлении мы считаем, что бизнес все-таки автоматизируется обязательно. По первому вопросу, Семена, то, что если человек специалист в увеличении продаж или в консалтинге, в сетевой рознице, то как он может быть специалистом в оптовой компании? Но, как показывает практика, принципы продаж и принципы построения маркетинга одинаковые, что в компании розничной, что в компании оптовой, что в производстве, ну, плюс-минус. Поэтому, если ты умеешь налаживать отдел продаж, который работает в оптовой компании, то у тебя не будет проблем с отделом продаж в розничной компании или в производстве. Если владелец бизнеса не работает с клиентской базой, и у него розничный магазин по продаже одежды, то после того, как ты наладил работу с клиентской базой, аккаунт-менеджмент, после того, как ты приходишь в оптовую компанию, у тебя не будет особенных проблем. Все надо просто перестроиться на другой масштаб, наверное, да? Другой масштаб, не более того. В целом, алгоритмы работы в консалтинге примерно одинаковые. Кстати, хорошее слово «алгоритмы работы», в конечном итоге эти алгоритмы стремятся к автоматизации, да? Это вполне логично. Тем более, что сейчас мы в 21 веке живем, тут без этого никуда. Ну, я бы так и сказал, что основная наша деятельность с Сашей — это автоматизация бизнес-процессов. Показать владельцу, как правильно. В буквальном смысле слова автоматизация, да? Ну, местами да. Если позволяют ресурсы компании, автоматизируем. Если не позволяют, то мы просто прописываем алгоритмы, как правильно работать. Понятно, понятно. Хорошо, давайте к нашей теме философской вернемся. Ну, она, с одной стороны, философская, с другой стороны, житейская, правильно? То есть, в любом человеке должна быть мотивация. Вот мы говорили о том, что одна из «я хочу заработать в этом году больше, чем в прошлом». Ну, мне кажется, это не самая популярная даже мотивация, если говорить все-таки о бизнесмене, как о человеке, который вот себя делает, да, с нуля, может быть, или с какого-то низкого старта. Вот он делает себя с точки зрения миссии. Другие какие-то мотивации, наверное, есть. Был интересный вопрос по поводу мотивации, по поводу стабильности, по поводу того, что человек там на протяжении года, да, он достигает успехов каких-то в бизнесе, но опираясь на старые методы и развивая только их, бизнес будет расти, ну, допустим, там, плюс 30, плюс 50 максимум процентов в год. Внедряя новые методы... Я боюсь, ну, в смысле, не то, что боюсь, тем не менее, решусь себя перебить вот так, решусь себя перебить. 30 процентов, 50 процентов в год – это сумасшедший рост. Мы говорим сейчас про малый и средний бизнес. Да. Мы про крупный бизнес не говорим. Крупный может быть сумасшедший рост. Для малого и среднего это нормально. Даже если вы научите продавцов здороваться с посетителем, бизнес покажет двукратный рост. Серьезно? За год, естественно. Я понял. Давай, Саша, продолжай. Сказал бы так, да. Мы мыслим, в принципе, наверное, в основном показателями, и если бизнес – это малый, там, с оборотом, там, до миллиарда рублей, он, в принципе, на рынке России, ну, как маленькое зернышко. Вот. И поэтому для него рост 30-50 процентов, ну, он должен быть. Ладно, если бы это была компания Coca-Cola, которая занимает, там, 10-15 процентов рынка, там, напитков, да, для нее 50-процентный рост – это, как бы, очень сложно выполнимое задание. У Саши есть афоризм очень хороший. Рост бизнеса вместе с инфляцией – это значит, курс доллара повышается, рост бизнеса. Курс доллара снижается, значит, бизнес в упадке. Ну, либо инфляция там, допустим, 8 процентов, вот и бизнес вырос на 8 процентов в год. Вот. А мы считаем, что малый бизнес, вот, должен расти вообще, по правилу, там, от 100 процентов в год. Вот. И мы, в принципе, приходим в компанию для того, чтобы показать владельцу бизнеса его бизнес со стороны и указать ему, может быть, не одно направление, по которому он движется, а три направления, вот, чтобы бизнес масштабировался. Причем то, что говорит Саша, это не теория. Саша так промолчал. Помимо того, что он консультант вместе со мной, он еще владелец оптовой компании по продаже санкетов. То есть он все это прошел, да? Он в пять раз вырос за прошлый год. То есть 500 процентов рост у него. И Саша понимает, о чем говорит. Здорово, здорово. 500 процентов – это серьезно. Так давайте вернемся вот к мотивации-то. Вот бизнесмен, который говорит, я хочу из текучки вырваться. Вот что его влечет в этот момент? Дима. Ну, если бизнесмен говорит, что я хочу вырваться из текучки, это можно перевести как «Мне надоело выполнять однообразные задачи, которые передо мной стоят ежедневно». Как у него выглядит день? Ты проснулся, у тебя одни и те же звонки от одних и тех же людей. Ты подписываешь одни и те же договоры, получаешь в конце месяца одни и те же деньги. И в конце концов тебе уже не кажется, что ты развиваешь какой-то там свой бизнес интересный. Тебе кажется, что ты ходишь на работу. А бизнес в большинстве случаев делается ради того, чтобы не ходить на работу, чтобы иметь возможность. Там я сегодня не хочу поехать, я не поеду. А так не может бизнесмен делать. Он должен работать, выполнять определенный набор задач ежедневно для того, чтобы обеспечивать тот уровень бизнеса, которого он достиг. Так, так, Саш, и что мы делаем дальше? Соответственно, мы-то пока что ничего не делаем. К нам обращаются, когда уже, знаете... Ну все, вот здесь уже, да? Ребята, что делать дальше? Кстати, я сразу подумал о том, что, ну действительно, вот достало меня эта действительность. Я даже уехал на пару недель, потом вернулся, и я решил заняться чем-то другим. Чем не вариант? Отлично, тогда через три года вы опять же... Опять, да, прусь в эту же стенку совершенно. Та же самая ситуация. И, как правило, большинство предпринимателей на этом этапе уходят из бизнеса, переходят на какую-то наемную работу. У них там действительно стабильность, высокооплачиваемая работа. Они говорят, что бизнес это не их. А на самом деле им просто нужно было посмотреть немножко дальше. То есть они смолодушничали, да, вот в этот момент? Только их же никто не учил, как делать бизнес. Они вот сделали в конце 90-х или в начале 2000-х то, что умели сделать. И это не их вина, не их проблема, то, что они не знают, как правильно. И, ну, они видели, как все их друзья делают бизнес сами. С утра пришел, там сам подкрутил, самый сильный волк в стае, самый сильный вожак в компании. И люди делают бизнес по этому же принципу. Я понял. Так, друзья мои, давайте мы сейчас прервемся. У нас рубрика «Вне времени». Послушаем рубрику и потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем наш эфир. Говорим сегодня в бизнес-классе о стратегическом управлении бизнесом, как вырваться из текучки и построить свою империю. У меня в гостях Дмитрий Сомов, Александр Потапов, бизнес-консультант и основатель компании «Актив Прибыли». Ну и для вас, уважаемые слушатели, я еще раз напомню. Телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.фм». Продолжаем, Дим. Так вот, говорили про малого бизнесмена, который в один момент понимает, что бизнес — это не его, что он достиг потолка 200, 300, 100 тысяч рублей в месяц, и как-то вот у него дальше не растет бизнес. И он смотрит на успешных бизнесменов, таких как Олег Тиньков, Евгений Чичваркин, и говорит, «Вот они-то, глыбы просто. Почему они могут, а я не могу?» А правильно, кстати, смотреть на кого-то? Нет. Объясню, почему. Вот жил-был Вася, и он решил создать ООО. Но он от этого умнее и как-то, знаете, мастеровития не стал. Он просто стал Вася с фирмой Олег Тиньков и так далее. Вот там Потанин, кто в новостях был из Форбса. Миллионами миллиардов. Это уникумы. Зачем на них ориентироваться? Только себя ломать. То есть ломать в том плане, что, скорее всего, ты такого уровня не достигнешь, и у тебя упадет самооценка, ты будешь чувствовать себя. Ты можешь достигнуть, но ты не должен это делать в одиночку. Человек думает, что он почему-то, непонятно почему, обязан сделать бизнес в одиночку. Что вот сам найти какое-то решение, развить сеть, построить, открыть еще один филиал. И почему-то большинство людей думают, что они это должны сделать сами. Хотя, если посмотреть на успешный пример бизнесов, за редкими исключениями, которые я сказал, просто вот люди такие родились с мозгами. Ну, что поделать. Ну, и так звезды легли еще. Звезды легли. А если вот там у меня, допустим, звезды так не легли, что мне теперь, на свалку отползать? Ну, как бы, нет. Нет, на свалку не надо, зачем? Естественно. И, соответственно, тут, наверное, Саша уже скажет. Да, еще часто бывает то, что бизнесы там в компаниях до 20 человек, там часть родственников работает или еще чего-то. Вот я вообще против. Вот, 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 я хотел услышать. Да, вообще, это тема зачевать бизнес с родственниками. Да, потому что на них очень тяжело воздействовать. Вот, для них спецусловия. Они всегда меньше могут работать, больше делать ошибок. Вот, и... Из-за этого им ничего не будет, да? По крайней мере, они так думают. Да, 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 да. Вот, и родственники как... Ну, почему родственников берут? Отчасти от того, что они надежные, вот, на них можно положиться. Хотя практика наша показывает, что родственники как раз больше всех воруют в компании. Им кажется, что это же их. Да, есть много примеров в этом плане. Не буду говорить конкретно. Вот, и есть такие проблемы еще, когда владельцы бизнеса берут на работу, допустим, недостаточно опытных профессионалов. Вот, хотят сэкономить на зарплате, допустим. Вот, не раз встречал, там, платят новичку какую-то зарплату, ему платят там до полугода, пока он вообще войдет в колею работы. Вот эти деньги потраченные, можно сказать, в принципе, зря. Вот, он еще при этом негативно строил компанию перед клиентами, ну, пока обучался. Вот. С другой стороны, мы, допустим, подходим, если брать человек, то он, в принципе, должен быть явно крутым профессионалом и лучше, если он будет лучше тебя в этой области. Это то, о чем Дима говорил, что необязательно самому всем заниматься. Посмотреть на себя в зеркало и принять ответственность за то, что вы там сильный в какой-то одной области, к примеру, в переговорах или в продажах или в ведении клиентов. Вот в чем-то одном. Человек, скорее всего, не может быть сильным во всем, а на те позиции, в которых вы не сильны, вы должны поставить специалиста, который сильный в этом. Вы потратили 10 лет жизни как предприниматель на то, чтобы развивать какие-то новые дела, открывать новые магазины, бороться с конъюнктурой рынка, с экономикой и так далее. А кто-то потратил 10 лет жизни на то, чтобы закончить институт, пойти работать в крупную компанию и развивать свои навыки менеджмента. То есть он вам нужен? Конечно, нам нужен именно менеджер, сильный управленец, потому что мы неуправленцы, скорее всего. Надо поставить человека, который бы мог на себя взвалить ответственность за все бизнес-процессы, которые происходят в компании. Который умеет это делать, у него уже есть опыт. Естественно. Интересный момент. Допустим, студенты очень часто, которые приходят в бизнес, они же отучились 5 лет, вот, у них их уже научили какой-то там, ну, следование какому-то тренду, что ты должен там это, ты должен то. И такие сотрудники очень часто открывают свой бизнес, отчасти даже, чтобы вот, их учат карьерные лестницы в университете, и они хотят, чтобы у них было написано «генеральный директор». Вот, компания такая-то. Вот, и, а дальше-то посмотреть. Ну, то есть это такая попытка самолюбования такого, да? Вот, я генеральный директор, чего генеральный, что за бизнес, умею, не умею, хочу, не хочу, даже непонятно. Ну, зато кайф, как бы, смотрите, я крутой генеральный директор. Да, и таким людям очень часто сложно свыкнуться с мыслью, как так, там, в моем бизнесе генеральный директор будет другой человек. А я, получается, никто в своем бизнесе. Хотя, если вы посмотрите на примеры успешных компаний, которые были проданы задорого, тут моя любимая — это Евросеть. Евгений Чичваркин. До 2003 года, когда туда пришел Ильдар Разроев, компания, я бы не сказал, что она зарабатывала что-то. Она росла, но какого-то дохода такого серьезного у него не было. Как только туда пришел сильный управленец, он сразу вытащил компанию из банкротства, как я сказал. И сделал так, что она обогнала всех своих конкурентов, и в дальнейшем, в 2008 году, за нее предлагали миллиард долларов. То есть, в этом смысле он пришел на ту же самую базу, чтобы была до него, да? Но он применил свои навыки, профессиональные навыки, которых некому было до этого. Ну, естественно, он пришел на какое-то некоторое количество ларьков, которые были, и объединил их в сеть. Он сделал там систему управления нормальную, наладил. Мы не говорим про то, что каждый человек, который владеет там двумя магазинами, одеждой или косметикой, сейчас должен нанимать себя суперпрофессионалов. Но профессионалов на том уровне, на котором мы сейчас находимся. Если человек зарабатывает 200 тысяч, так и я бы на его месте потратил бы 1150, чтобы нанять нормального специалиста. Этот специалист, поверьте, он принесет намного больше денег. Так, друзья мои, смотрите, я, если позволите, да, такой промежуточный итог хотел бы сейчас подвести. Ну, даже не итог, а пошаговую инструкцию. Вот первый шаг, как вырваться из этой самой рутины, из этой самой текучки, да, это все-таки обратиться к профессионалам. Я правильно? Первый шаг, это определить, в чем ты профессионал сам, как владелец своего бизнеса, в чем ты непрофессионал. Потом посмотреть на свой рабочий день, определить те задачи, которые ведут твою компанию к увеличению оборотов, те, которые не ведут к увеличению оборотов. Скорее всего, большинство людей сейчас, ну, пока не могут еще в силу своего заработка нанять полноценного генерального директора. Но тогда нужно нанять хотя бы помощника своего личного, на которого можно было бы сгрузить всю рутину. Казалось бы, знаете, я капитан очевидность здесь, хотя у меня была в консалтинге женщина с оборотом 20 миллионов рублей в месяц. Доход у нее был 2 миллиона рублей в месяц. И она все делала сама, у нее даже не было там банального секретаря. Ну, то есть она делала по какой причине? Она экономила на всем? Она привыкла так делать, вот она не могла себя переломить. Ну, у нее такая психофизика, видимо. Ну. Чем мне заниматься тогда, да, если я... Ну, это моя проблема. Это проблема? Как бы здесь нужно определиться. Либо ты хочешь развиваться, либо ты будешь идти на поводу своих стереотипов, которые у тебя сложились. И, кстати, у нее, несмотря на приличные показатели, да, ты сейчас цифры неплохие называл, у нее надежд на развитие вот это многократное не нет. Более того, у нее есть рост 10-20 процентов. Но я могу сказать, что она может расти на 200 процентов в год. Потому что, там, если уж углубляться, у нее даже нет отдела продаж в своей компании. То есть она и этим занимается сама? Она даже не продает. То есть у нее как-то клиенты приходят крупные. И, ну, компания показывает рост, там, 20, сейчас 23, 24 миллиона, может быть, 26 будет оборот. Но взрывного роста у нее не будет до тех пор, пока она не осознает, что она не является локомотивом своего бизнеса. Как только она себе поставит качественного генерального директора в свою компанию, то она просто обгонит всех своих конкурентов на рынке. Смысл какой еще? Предприниматели, вот, про женщину тоже, она вот начинает что-то новое, допустим, внедрять или что-то новое использовать для привлечения клиентов. И она старается прямо в этом быть самым крутым специалистом. Начинает это обучать, обучать себя этому, начинает читать на эту тему, там, какие-то конференции. Если это нравится, если это ее именно вот обучаться, нет, я думаю, у нее до этого есть какие-то уже задачи, которые, в принципе, она спец, и ей нравится это делать. А вот брать всегда что-то новое, они берут и в себя вкачивают, вкачивают. Или сами погружаются в это, да, новое с головой. Да, да, да. Вот это неправильно, я понимаю, да? Я бы не использовал, я бы лучше... Нужно нанять специально обученного человека, как говорят. Да, 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 да. И освободить свое время от этого. Вот, и рутины поменьше станет, и свобода побольше. Смотри, я, наверное, с тобой соглашусь с ним, но, тем не менее, на мой взгляд, какая проблема всегда существует, вот, если вот эту картину обсуждать. Я лезу во все сам, потому что, ну, не доверяю. Давайте разберемся. Очень прям распространенное такое заблуждение у людей. А что, если у меня уведут бизнес? Ну, давайте не будем. Уведут, не уведут, но все-таки. Я взял человека со стороны, тем более, даже не родственник, ну, о родственниках, ладно. Это даже не родственник. Мы там, он, мне сказали, профессионал, да, ему деньги. Но все равно я его, либо я его все равно должен контролировать, проверять его, а что он делает, а так ли он делает. А для того, чтобы понять, так ли он делает, мне надо самому в этом, да, ну и все, и приходим к тому же самому. Не доверять можно по двум причинам. Первое, он накосячивает. Второе, он уведет бизнес. По первой причине могу сказать, что надо... Ну, по второй уже будет поздно не доверять. По второй, там сейчас разберемся, есть еще время вроде. А по первой причине нужно человеку давать испытательный срок. И задачами его нагружать по мере того, как он выполняет предыдущие. Смотреть, потихоньку включать в процесс. То есть, если вы уберете генеральную, то тоже должен быть испытательный срок. Давайте ему задачи потихоньку, чтобы не дать ему развалить свою компанию. По тому, что вот уведет бизнес. Ну, давайте разберемся, что может увести менеджер по продажам. Клиентскую базу? Да. Так и что. Я могу позвонить всем этим клиентам и переподписать их обратно. Но он уведет у меня клиентскую базу, он же не является предпринимателем. Как бы вам объяснить? Почему генеральный директор в компании всегда будет работать на эту компанию, даже если он знает все бизнес-процессы, он не сможет сделать такой же клоун в компании? Потому что он привык, что у него зарплата каждый месяц выплачивается, 20-го числа. Он 20 лет живет в этой парадигме. И он не сможет просто свой мозг переломить. Ну, опять мы пришли к тому, с чего начинали, кстати. Опять нужна какая-то сильная мотивация для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Вот генеральный директор такой мотивации нет. Даже если бы у него была такая мотивация, он 40 лет прожил в другой парадигме. Он, скорее всего, не сможет выйти на открытый рынок, даже если он будет знать все бизнес-процессы, которые есть в компании. Заключать договоры с компанией, в которой ты наемник, и заключать договоры для своей компании. Это, как говорили, две большие разницы. То же самое с менеджером по продажам. Не нужно бояться, что кто-то что-то уведет. Даже если что-то человек сможет украсть, то, скорее всего, он через полгода разорится, а вы этих клиентов заберете себе обратно. Ну что ж, друзья, продолжим. Продолжим наш эфир. Стратегическое управление бизнесом. Сегодня мы обсуждаем эту тему. В гостях у меня Дмитрий Сомов, Александр Потапов, бизнес-консультанты, основатели компании «Актив Прибыли». Телефон студии 6510-99,6, код Голлорда 495 и сайт компании финам.фм. Ну и вернемся к нашему разговору. Собственно, мы рассуждали по поводу того, может ли умыкнуть мой бизнес генеральный директор или не может. В общем, Дима рекомендует этого не бояться никак. Кстати, смотри, опять мне показалось малое утешение. Тем более вы тут за эфиром не расскажете, что примеры такие есть. Но тем не менее, вот этот непорядочный генеральный директор попытался умыкнуть. Потом он, ну, видимо, для меня это отрадно, он разорился, у него ничего не пошло. Но я-то все равно пострадал от этого дела. Ну, вы пострадали, это, знаете, как обезьянка. То есть я не могу сидеть, знаешь, и злорасывать. Да, ты, конечно, мне навредил, но смотри за то, что у тебя получилось. Ну, такая вероятность есть всегда, что, ну, попадаются иногда люди. Ну, это как обезьянка, которая, в принципе, может тебе немножко подгадить, да? Но серьезного тебе ничего вреда не может сделать. Если вы понимаете, за счет чего растет ваша компания, если вы мыслите показателями, если вы умеете продавать как владелец своего бизнеса, если у вас бизнес ваш не завязан на каких-то вот окологосударственных структурах, а если вы работаете по рыночным принципам, то у вас невозможно увести компанию. Ваши навыки останутся при вас. А у генерального директора таких навыков нет и у менеджера по продажам. Поэтому я говорю, даже если кто-то возьмет клиентскую базу или что-то еще, вся эта клиентская база со временем, через 2-3-4 месяца вернется к вам, а человек останется ни с чем. Я в своей практике ни разу не встречался со случаями, когда уводы бизнеса заканчивались успешно. То есть, вывод какой? Не надо этого бояться, да? Вообще. Это не должно быть. Все, о чем вы должны думать, если у вас еще нет 300 тысяч рублей в месяц чистыми, то есть, что это значит? Если вы еще не вытягиваете из бизнеса 300 тысяч на жизнь, на свою, то вам нужно думать о продажах, как больше продавать. А 300 тысяч это такая планка, что ли? Я понимаю, после этого можно расслабиться. Понимаете, 300 тысяч это такая планка, когда накапливается определенное количество текучки и повторяющихся процессов в большинстве бизнесов. Соответственно, когда уже 300 есть, можно задуматься о том, чтобы нанять себе коммерческого директора и так далее. То есть, появляются возможности уже. Появляются возможности и появляется, куда его нанимать. То есть, для него есть материал для работы. Он будет соответствовать, да, уровню? Да. Давайте еще пообщаемся со слушателями. У нас есть звонок от Андрея. Андрей, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день. У меня как раз... Я был коммерческим директором в компании. И вот так получается, не очень хорошее слово, я бизнес все-таки увел у своего генерального директора. Так, ай-яй-яй, Андрей, ай-яй-яй. Да, но это было не по моей воле. Дело в том, что я работал в компании три года и знал всю клиентскую базу, объездил весь Советский Союз. И когда я из компании ушел, дилеры сами меня нашли. Они попросили вернуться в компанию или открыть компанию так, чтобы они работали только со мной. И так получилось. Это было связано, в общем-то, больше на человеческих отношениях. Я бизнес построил заново, и через пять лет я забрал всех лучших сотрудников из этой компании. Сейчас этой компании не существует. Моя компания уже более десяти лет. То есть я и собственник компании, и гендиректор, у меня сейчас большие филиалы и так далее, и так далее. Вот, в принципе, я, к сожалению, исключение справил, но я не считаю себя в этой истории виноватым. Вот. И второй вопрос, точнее вопрос, я где-то передаю у вас с самого начала. Я согласен с тем, что нужно искать профессионалов, но сейчас, с каждым годом, найти специалиста в моей области, ну, в разных областях, очень сложно. И речь идет не о высокой зарплате, там, 150, 200 или 300 тысяч, генеральному директору или коммерческому директору. Вопрос только в кадрах. К сожалению, с каждым годом, подчеркиваю, людей таких становится все меньше и меньше. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей. Спасибо вам огромное. Ну, прокомментируйте, вот, видите, случай из жизни, что называется. Про второй вопрос сразу в начале. Ну, давайте. Закрою. Во-первых, то же самое с поиском персонала. Если пользоваться там, ну, каждые 10 лет у нас что-то меняется в жизни. В бизнесе каждый 10 лет новые тенденции возникают. И, пользуясь старыми, там, размещениями на HeadHunter одного и того же текста с объявлением, и, понятное дело, что отдача будет всегда уменьшаться. Вот. По поводу первого вопроса про то, как увести бизнес или еще что-то. Нет, такой задач не было, я так понимаю, Андрей, но просто он привел свой пример как исключение. Вот не всегда бывает, что это заканчивается крахом, да, наоборот, видите, как та-то компания загнулась, а он процветает, слава богу. Это такое может быть, опять же. Но компания, допустим, у нас, которая в консалтинге, я так понимаю, что этот человек, он был там региональным менеджером, либо коммерческим директором, ездил по клиентам. То есть он был ближе к ним просто, да? Он, во-первых, был профессионалом на своем месте, и он был к ним ближе. Естественно, они к нему потянулись потом. Был ближе. Ближе – это, наверное, проблема отдела кадров. Не отдела кадров, а отдела продаж. Это проблема отдела продаж собственника бизнеса, потому что у него все контракты заключены на одного человека. А это неправильно? Это неправильно. К примеру, когда мы приходим в консалтинг, особенно в оптовую компанию или B2B, услуги, неважно, и там есть отдел продаж активный, который насчитывает несколько человек, которые сидят с трубками, как бы все понимают, мы всегда начинаем резать отдел продаж на три части. Отдельная узкая специальность у одного человека или у нескольких, которые только звонят потенциальным своим клиентам и договариваются о первой встрече. Отдельная категория людей, которые ездят по этим встречам, и они только заключают сделки. У них нет никакой другой обязанности в компании, кроме как ездить по встречам и заключать сделки. И отдельная категория людей, которые работают над так называемым аккаунт-менеджментом, то есть работа с постоянной базой клиентов. Их задача – постоянно повышать средний чек, чтобы каждый следующий чек, выписанный постоянным клиентом, был больше предыдущего. Когда вы нарезаете свой отдел продаж таким образом, не будет таких людей, как Андрей позвонил. Которые аккумулируют себе? Они аккумулируют на себя все бизнес-процессы, и они тогда действительно могут увести свой бизнес. Когда человек занят только чем-то одним, то есть он узкоспециализирован, он не знает, что творится при звонках первичных и при работе, к примеру, с базы клиентов. Мне показалось уместным сейчас знаменитую фразу произнести – разделяй и властвуй. Она была несколько в ином контексте, но в данном случае, мне кажется, абсолютно… Да, именно так. Потому что, ну, действительно, продажник – это человек, который ближе всего к клиенту, и он может увести ваш бизнес. Но когда вы нарезаете свое отдел продаж на несколько узких функций, то человек, он не может обладать информацией об остальных функциях, и, естественно, ваш бизнес ему очень сложно увести. Я бы, ну, я бы сказал, невозможно. Да, в этом случае, конечно. Самое интересное, в принципе, многие предприниматели знают, что надо нарезать функции, там оно… Никто этим не занимается. Да, никто этим не занимается, и в своем бизнесе они думают, как я разделю там на три отдела. Там отдел обработки заказов, отдел там заключения. То есть это технологически сложно, или просто человек думает о том, что не сделал ли я хуже просто этим? Он не всегда до конца понимает, кому как платить, как перестраивать, потому что начинается бунт в компании, начинается увольнение. Вот, наверное, все-таки из-за этого. И интересный момент по поводу как раз-таки отдела обработки заказов Дима, который говорил, аккаунт-менеджмент. Там обычно люди сидят, которые обрабатывают заказы. Они не такие там самцы, которые возьмут бизнес и уведут. И побегут, да? Да. Там обычно такие там девушки, женщины, иногда и парни могут работать, которые более спокойные, и в них нет такого там «я стану президентом через 10 лет». Понятно. Ну и все-таки не очень меня удовлетворил, извини уж, Саша, мой ответ на второй вопрос по поводу профессионализма-то. Ну, поменяв там в объявлении пару слов, задачу не решить. Ну, Андрей нам говорил, вот я с ним согласился. Профессионалов становится все меньше и меньше. Они куда деются-то? Они никуда не деются. Здесь есть два пути. И использовать надо оба из тех, которые я сейчас скажу. Во-первых, у меня была сетевая розница в консалтинге в ноябре того года. Не знаю, уместно, неуместно название. Не говори. Ну, не суть важна. Не буду говорить тогда. 30 магазинов торговали верхней одеждой, шубой, дубленкой и так далее. И у них была острая проблема с продавцами. То есть, последняя линия или первая линия, кто как считает. Продавцов реально людей не хватало. Именно физически или профессионалов каких-то? Физически людей, вот как человек, их не хватало в магазинах, хоть директору самому там выходить. После того, как я сказал, что нужно вам разбить те сайты, на которых вы ищите людей, на несколько категорий, добавить их. Более плотно работать с поиском сотрудников. Это, ну, в принципе, поиск сотрудников, это как поиск клиентов. Если вы размещаете на один или на пять сайтов, к примеру, вакансию о искомом сотруднике, у вас будет один выхлоп. Если вы размещаете на двухстах сайтах вакансию, да еще сажаете где-нибудь колл-центр в Тирасполе, в Молдавии, откуда бы он звонил потенциальным соискателям, то у вас будет совершенно другой входящий поток соискателей. И у вас будет другой материал, с которым можно работать. А к вопросу о профессионалах топ-уровня, действительно, может быть, что их, ну, становится меньше. Обычными методами их не найти. Соответственно, их нужно уметь соблазнять. Кто-то уезжает за границу или что-то. Чтобы хорошо соблазнять сотрудников, у вас должно совпасть в вашей компании три базовых фактора. Первый – это количество денег, которые вы зарабатываете. То есть денег должно быть у вас много, больше, чем 300 тысяч в месяц. Это логично. Второе – хорошая репутация вашей компании. И третье – добро, которое вы несете своим людям. Это о миссии уже. О миссии. Не просто доска напольная оптом и в розницу. А у вас должна быть действительно классная миссия, чтобы сотруднику из Гугла или из Майкрософта было интересно оттуда уйти и поработать с вами. Спасибо, друзья мои. Мало времени, но хотелось бы услышать. Вот миссия доска напольная. Какая миссия может все-таки прозвучать? Доска напольная не знаю, но если вы занимаетесь отделкой квартир, то вы можете сказать так, что мы хотим, чтобы молодая семья жила в свежей квартире. Абсолютно согласен. Спасибо. Дмитрий Сомов, Александр Потапов в бизнес-классе. Спасибо, уважаемые гости. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Успехов в бизнесе.